Доброе утро! С вами утренний канал на Катунь 24. Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню. Сегодня мы находимся в ресторане Британии. Сегодня наши завтраки будем готовить с шеф-поваром Русланом Тухватуриным. Руслан, доброе утро! У нас сегодня, я знаю, очень вкусный салат. А вот как он называется? Салат Британии у нас сегодня. Фирменный, авторский, да? И нам для него понадобится? Нам понадобится вырезка говяжья, свиной балык, вырезка и курица в филе. Так, четыре, три вида мяса и зелени. У нас прямо очень много сегодня здесь, но вот что? Да, к нему пойдет лист салата, пекинская капуста и руккола салата. Три вида. Так, три вида салата, три вида мяса, три вида салата и все? Также к ним пойдут шампиньоны и лук красный. Замечательно! Мы с чего-то должны начать, потому что, знаешь, с утра всегда аппетит такой, по крайней мере, у меня точно зверский. Что? Что мы должны сделать? Для начала мы должны нарезать мясо соломочкой и отправить его жарить. В первую очередь начинаем с говяжьей вырезки. Она у нас вырезка, то есть однозначно нарезаем, однозначно мягкая, нежная. Как ее предварительно нужно подготовить? Рассказывай, потому что здесь уже нарезано какими-то определенными пластиками. Это что-то интересное предварительно? Я нарезал пластиками, приблизительно 50-60 грамм мяса. Нарезаем соломочкой. Пропосказываю, режь. И соломочкой. Для того, чтобы оно уже в дальнейшем быстро и жарилось, приготовилось, и у нас времени много не заняло, да, я так понимаю? Совершенно верно, да. Так, говядина готова. Дальше у нас идет свиной балы. Мы будем солить, перчить, или когда только у нас все мясо нарежется, тогда можем что-то с ним делать? Или без приправ, пока будем его обжаривать? Мы сначала обжарим мясо, потом добавим в конце соли и специи. Так, я поясню. Мы сегодня без жарочной поверхности, все мясо отправится у нас на кухню, значит, мы солим, перчим, это обязательно, иначе вкус будет неполным. И куриная филе, да. Мясо у нас готово. Мясо готово. У нас еще шампиньоны, их мы нарежем буквально через пару минут после бодрых новостей. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Жители и гостей Лондона напугал мощный взрыв, прогремевший в центре британской столицы. На воздух взлетел двухэтажный автобус. Оказалось, что это не теракт, как было подумали многие, а спецэффекты. На мосту проходили съемки фильма с Джеки Чаном и Пирсом Броснаном в главных ролях. Участковому, который эвакуировал из горящего дома почти 50 жителей, вручили награду. В Красноярском крае почти полсотни человек, 15 из которых дети, остались живы благодаря поселковому участковому. Когда поздно вечером в пятиэтажке вспыхнул пожар, Максим Якименко первым пришел на помощь и не покинул горящее здание до тех пор, пока не вывел всех жильцов, а после попал в реанимацию. Сейчас в его жизни ничего не грозит. Кроме того, как заявили в ведомстве, капитан Якименко представлен к медали за отвагу на пожаре. А его сына, если, конечно, парень сам решит, спасатели в будущем приглашают в свои ряды. Комплект формы МЧС у него теперь уже есть. И вновь доброго утра, с вами утренний канал Накатунь 24. Мы продолжаем делиться секретами отличных завтраков. И сегодня еще один салат Британии, авторский из ресторана Британии. Мы продолжаем. Мясо готово. Мы нарезали соломкой. Что мы делаем дальше? Дальше мы делаем, нарезаем лук красный. Давай. Полукольцами или также соломкой, как лучше? Чесночком. Чесночком? Да. Это как? Это какое-то чесночком? Ну, это дольки вот такие вот у нас получаются. Боже, я впервые слышу. Получается маленько похоже. Чуть-чуть на чесночок. Открытие. То есть вот такими дольками чесночок. Прекрасно. Нарезаем. Это также будет обжариваться или нет? Нет, это будет подаваться уже с жареным мясом. А ты так, чтобы вот к мясу обычно свежий лучок, ну, прекрасен просто, да? Вот какой-то вкус спикатный. Да, чтобы он дополнял более свежий аромат к мясу. Что успели сделать? Вот говядину, свинину, курицу мы нарезали тонкой соломкой, которую сейчас буквально через пару минут отправим обжаривать. Вместе с шампиньонами. Да, шампиньоны тоже нарезаем. Режь. И расскажи мне, у нас из продуктов-то все есть, мы понимаем, да? А заправка? Майонеза не наблюдаем. Это прекрасно. Что у нас будет по заправочке сегодня? Заправка у нас будет на оливковой основе, оливковое масло у нас будет. Так, тут целый прям арсенал. Что еще? Соевый соус. А, соевый. Базямический уксус. Так, все. Вот. И чесночок. И последнее. Сколько на сковородке мы должны держать это самое мясо? Мы сегодня без плитки отнесем на кухню, но вообще, на заметку, хозяйкам, сколько мяса жарим? Не более трех минут. Помешали на растительном масле. Да. В конце посолили, поперчили. Да. И возвращаем обратно. На утреннем канале ЗОЖ, что сегодня посоветует Инна Мирошниченко, узнаем буквально через пару секунд. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Всем привет! Меня зовут Инна. Я тренер велнос-клуба Маги-спорт. И мы продолжаем говорить на тему о здоровом образе жизни. Сегодня пару советов для тех, кто с трудом встает утром. Правило номер один. Не ешьте на ночь, а приготовьте лакомство себе наутро. Во-первых, вы проснетесь с чувством легкого голода, и вы моментально пойдете завтракать. И правило номер два. Соблюдайте режим. Ложитесь в одно и то же время и вставайте четко по будильнику. Не поддавайтесь искушению полежать еще полчасика. На сегодня все. Увидимся завтра. А мы продолжаем. А я напомню, мы находимся в ресторане Британии. И сегодня у нас фирменный салат. Что мы делаем дальше? Значит, мы пожарили мясо. Что там, маленький нюанс, мы сейчас чуть позже расскажем. А пока, чтобы время так не растягивать, у нас есть еще зелень. Такая вот. Мы ее нарвать должны. Да, поможешь мне, Илья? Да. Лис салата, значит, грамм 10-15. Пекинской капусты и также рукола. Их нужно руками нарывать и все смешать. Давай, ты мне так же помогай. Давай. И у нас такой нюанс выявился, когда на кухню пошли мясо-то жарить. Оказывается, что мы не перемешиваем его все вместе, а что там у нас? Ну, говори мне, как повар, который сдает вот эти вкусы, послевкусия, какие они должны быть и какие мы должны подготавливать продукты к этому. Значит, обязательно, как бы, тонкость этого салата, все мясо должно быть отдельно в одной сковородке на разных сторонах обжариться. Да, так по секторам. Три вида мяса. Чтобы сохранить у каждого мяса свой вкус. И также грибочки получаются у нас тоже отдельно. Так, вот такая вот у нас пышная история. Да, очень прекрасно. А рукола он так же рвем или достаточно, может, что там такими листиками у нас будет? Да, достаточно. Просто вот, как бы, я думаю, что вот так вот пойдет. Вот, кстати, весной рукола нам столько витаминов даст. Не зря, так понимаю, мы выбрали сегодня такой салат, потому что зелень. А пекинскую капусту так же рвем? Так же, все рвем. Все так же. Держите длинусь. Не листик. Так, давайте я вам вот половинку вам дам, потому что она будет... Что я сделал? Не зря. Вырезал вот эту самую сердцевинку, которая у нас вот этот самый хруст. Вот не должно быть его. Да. Должно быть все пышно, мягко и сочно. И нежно, да? И нежно. Приготовим заправку буквально через пару секунд, а пока посмотрим рубрику о красоте. Что сегодня посоветуют нам наши эксперты? Сейчас узнаем. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Меня зовут Ирина Флотникова. Я профессиональный визажист. А сегодня я вам покажу, как правильно накладывать ресницы. Существует несколько разновидностей накладных ресниц, но сегодня мы используем пучки. Нам понадобится пинцет, специальный клей и реснички, которые мы накладываем на край века. Очень важно сначала приклеить реснички, а уж потом прокрасить их тушью. Что нам даст эффект своих здоровых ресниц. Очень важно брать немного клея, иначе он отпечатывается на нижних ресницах, и они просто-напросто кликнутся. Еще один совет. Выбирайте ресницы той же длины, что и свои. На сегодня все. До завтра. Достаем из холодильника. Это самое масло. Здесь стоит ложечка, значит подсказка. Это что здесь? Это крем бальзамика. Так, рецептор вот так. Вот это. Соевый соус. Подсказал, ну да. Что еще? Чесночок опять туда пойдет. Так? Да, одну зубчика хватит. Есть. И все? И наша специя, которую вы приготовили сами, сбор приправ. Это? Да. Значит, туда входит у нас маленько соли, перец красный паприка, перец черный, перец также розе молотый. Так. Вот. И перец белый, тоже молотый. И это такой аромат получается прекрасный. Совершенно. Просто супер дома такое можно сделать. Ну, давай начнем. Давай начнем с нашей показаправки. У нас остался последний совершенно нюанс. Нам нужно все дело задекорировать. Да. Как расскажем буквально через пару минут после модного прогноза. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Меня зовут Александра Старостенкова. Сегодня мы поговорим о ярких красках в гардеробе. Обновляя гардероб к весне, я рекомендую вам найти платье насыщенного оттенка. К этому платью цветоцикламен мы подберем два разных комплекта аксессуаров и обуви. В данном случае мы выбрали нейтральное колье, сумочку и лодочки. А второй вариант вы увидите буквально через пару секунд. Заменяя аксессуары светлых нейтральных оттенков на такие же аксессуары темных нейтральных оттенков, мы добиваемся разного прочтения одного и того же образа. Всем послушного гардероба. До завтра. На утреннем канале «Салат Британия» и мы продолжаем, точнее уже завершаем. У нас тайны сервировки такого супер вкусного блюда. Что мы делаем? В первую очередь мы смешиваем мясо с тремя видами салата. Смешивай. Заправку куда? Когда? Заправочку в последнюю очередь. Оливковое масло. Оливковое масло. Соевый соус. Соевый соус. И бальземический уксус. Там же супер приправа. Супер приправа. Там много ингредиентов. Титр выскочил. Какие? Можно еще раз узнать. И мелко нарезанный чеснок. Все. Давай. Заваливаю ее сюда. Добавляю цвета. И сегодняшний завтрак у нас готов. Плюс один в копилку утреннего канала. Большое спасибо за еще один рецепт. На сегодня все. Всем желаем отличного дня, приятного аппетита и увидимся завтра. Овну необходимо последовать совету китайского мудреца Лао Цзи и плыть по течению. Предоставив жизни и окружающим делать выбор за него. Судьба может совершить неожиданный поворот в жизни тельца, открывая перед ним новые горизонты. Близнецы будут склонны демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины. Особенно с учетом того, что все вокруг будут то и дело их откликать. У рака будет шанс изменить свое мнение о каком-то человеке. Вставая утром с постели, лев не может даже предположить, какие изменения произойдут в его жизни. Деве следует прислушиваться к своей интуиции. Она поможет ей ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. У весов будет плохо с чувством юмора, особенно если оно направлено в их адрес. День представляет Скорпиону прекрасную возможность одержать победу над кем-то, возможно, даже не одну. Большую часть дня деловая активность стрельца будет практически равна нулю. Зато он с удовольствием проведет свое свободное время с близкими и друзьями. Как бы не хотел Козерог расслабиться и отдохнуть, ситуация не позволит ему это сделать. Водолей может неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывал. Настроение рыб может ввести в заблуждение кого угодно, но только не их самих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова